Война ворвалась неожиданно. Фёдору Ивановичу Горенову из Ульяновской области было на тот момент всего 16 лет. Уже 1 января 1943 года он пошёл в армию, где его отправили на курсы стрелка-радиста. Второй, столкнувшись с авиацией, не мог поверить, что ему когда-либо придётся взлететь над землёй. За несколько месяцев изучил радиотехнику, азбуку Морзе, а после уже принимал участие в боевых вылетах. Основная задача была не дать врагу ударить по составу экипажа. Сейчас он с ужасом вспоминает то, что пришлось пережить и увидеть когда-то. Ложили людей штабелями, обливали бензином и жгли. И вот от этого шёл запах. Они ещё, трупы были не убраны. Это я сам видел своими глазами, обгоревшие человеческие тела. Победу встретил под Берлином. С 1969 по 1983 год служил в Институте гражданской авиации старшим борт-радистом. 14 лет преподавал в 48-й школе историю детям. Позже работал инженером в Музее гражданской авиации. Общий старший работа у Фёдора Ивановича 57 лет. За безупречную службу был награждён орденом «Знак почёта», медалями за победу над Германией, за взятие Берлина, за освобождение Праги. В арсенале у ветерана также лежат благодарственные письма от Сталина и грамоты. А вот медаль есть за взятие Берлина. Это очень ценная медаль. В настоящее время Фёдор Иванович окружён внимание и заботой близких людей, ведёт активный образ жизни. Герой войны много считает и следит за домом. Успевает выступать в школах и перед лётным составом. Помимо домашних забот, Фёдор Горенов успевает уделять внимание и общественной деятельности. Ветеран Великой Отечественной является участником регионального совета ветеранов войн. Он принимает активное участие в сборах и обсуждении вопросов. Члены организации часто отправляются в путешествия. Ездили в Беларусь, видели Брестскую крепость и другие исторические места. Стараюсь поменьше на диване лежать. Много выступаю. Очень много. Вот, скажем, занятия по греко-юмской борьбе. Они меня приглашают. Вот у меня здесь альбом. Вы посмотрите там. Я вручаю наградные значки им. Сегодня остались лишь фотографии и воспоминания. На чёрно-белых снимках боевая семья, товарищей, многих из которых уже нет в живых. Поэтому победу Фёдор Иванович будет встречать и за них тоже. С улыбкой на лице и памятью в сердце. Лишь бы были силы. Алина Тихонова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.